Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. Дубль 2. Сорвалась первая запись. Хотелось поговорить, а именно пока на самоизоляции отращиваю бороду, хотелось бы затронуть тему опять альтернативщиков, но не кого-то конкретного, потому что я так посмотрел, сколько их не хватит сил и непродуктивно про каждого. Лучше, наверное, разбирать какой-то отдельный миф, отдельный тейк, ну, как бы факт, который выдается всеми, ну, разными альтернативщиками, и вот конкретно разбирать. И мне почему-то в последнее время YouTube подкидывает именно один и тот же, одну и ту же тему, которая у многих альтернативщиков проходит, это то, что они выдают это как за факт случившийся, и мы сейчас это подробно разберем. Ну, я как бы со своей стороны, вы, я надеюсь, дополните со своей стороны, вот, то, что монеты разных эпох и разных царей находятся на одной глубине. И тут, как бы, ну, выдается это за свершившийся факт, причем многоплановый, то есть это, ну, как бы, постоянно так якобы происходит. И я так, конечно, ну, я сразу скептически отношусь к этому, ко всему, но все равно нет-нет, да послушаю. И думал, да, про это когда-то снять видео, но впоследствии, последней каплей, наверное, случилось, это то, что вот даже подписчица, ну, как бы, в ВК Наталья написала именно это, спросила, почему это так. Я, собственно, сухо довольно-таки ответил, что это не так, и теперь в видео, собственно, спойлер, это не так. И спойлер, как бы, дальше буду подробно рассказывать. Причем, последний ролик, который я посмотрел, это где человек упоминал именно о монетах от Ивана Грозного, от чешуек до последних монет, которые у нас есть, ну, доходячки, грубо говоря, современных монет. Вот, и якобы они на одной и той же глубине находятся. Вот, но, понимаете, вся проблема всех этих альтернативщиков в том, что это не так. Они выдают, вот, например, последний, кого я смотрел, человек, он говорил, что именно вот копатели находят монеты на одной и той же глубине, якобы. Ну, и выдается это как будто бы это все массово, то есть массово все находят именно на одной глубине. Причем там глубина указывалась от 10 до 30 сантиметров. И, соответственно, как бы, ну, что это есть огромный такой факт, все находят и не понимают, почему это происходит. Вот, я, соответственно, думаю, среди моих зрителей очень много именно копателей, они могут подтвердить или опровергнуть этот факт. Но здесь сразу надо сказать, что, во-первых, 10 до 30 сантиметров – это как бы ни одна и та же глубина. Потом, как бы, соответственно, нельзя говорить о том, что это случается везде именно так. То есть, во-первых, надо затронуть такой еще термин, как культурный слой. То есть, если я сам встречал, когда, да, действительно, казалось бы, старые монеты находятся относительно неглубоко, но это не на поселениях в основном, а на где-то местах, либо на поселениях, на которых люди жили довольно-таки недолго. То есть, если это мы берем какое-нибудь урочище, то надо понимать, как образуется культурный слой. Культурный слой, он нарастает интенсивнее там, где дольше жили люди, где дольше жили на одном месте, соответственно, будет он нам более большой именно вот альтернативщики. Опять же, цепляются за термин культурного слоя. Приводит пример, что он нарастает, допустим, там с какой-то глубиной, ну там, допустим, сантиметр в год, и экстраполируют именно вот этот вот сантиметр в год на территорию всей, как бы, ну, то есть, всей страны. То есть, везде он должен, значит, нарастать. Если кто-то сказал когда-то, что культурный слой нарастает с скоростью сантиметров в год, то всё. Мы, значит, должны везде применять именно эту формулу. Но, как мы понимаем, в природе это так не работает. То есть, в одном месте люди жили интенсивнее, там культурный слой мог нарастать и больше, и толще. Где люди не жили, культурный слой, соответственно, на то он и культурный, там не было поселений, там он и не нарастает. Там, возможно, просто вот идут в лесах обновления деревьев, они падают, перегнивают, это даёт какой-то рост почвы, почвенного покрова. Всё. Поэтому говорить о том факте, что монеты разных царей находятся на разной глубине, на одной и той же глубине, что это везде происходит так, это не так. То есть, можно взять любые отчёты археологов, вы увидите, насколько глубоко делают раскопы, где находят монеты. Потом, если это действительно случается, то есть, это могло случиться на пашне. Если культурный слой весь перепахали, естественно, у вас все монеты перемешались. Об этом, как бы, ну, я думаю, логически хватит понятия, что это могло случиться. Потом, опять же, если ссылка делать на нас, на копателей, поисковиков, то в основном мы ищем монеты с металлоискателями. Металлоискатель, обычный, грунтовый, он где-то, в принципе, всё равно и цепляет монеты именно с этой глубины. То есть, глубже особо ничего не находят. Есть такие термины, как шурфить. Просите у людей, кто занимается шурфами, даже там на фундаментах, и как там находятся монеты. То есть, сначала, допустим, идут советы, бывает, находят. Потом, если на этом месте был дом ещё более старшего, уже потом идут империя периода, а дальше там может залегать уже вплоть до чешуек и всего прочего. Но это уже будет именно слоями. Эти слои на месте культурных поселений, где именно культурный слой, они могли нарушаться. То есть, дом могли перекапывать перед постройкой, могли углублять, могли делать всевозможные ямы, те же выгребные, да, культурные слои могли смешиваться. Если этот культурный слой не повреждался, то он может залегать именно ровным пластом. Но, повторюсь, опять же, если мы говорим о том, что монеты залегают на одной глубине разных царей, то это просто невозможно подтвердить, неопровергнуть, потому что это не так. То есть, тут понятно, что в каждом случае это будет абсолютно по-разному. Да и даже там есть, то есть, говорится, что это в слой 10-30 сантиметров, то особо как бы это довольно-таки уже большой разброс. То есть, 10-30 сантиметров даже по тем годам, как нарастает культурный слой. Потом, в основном, у нас вот почва и находятся вот эти верхние слои, плодородные почвы, они как бы в эту толщину и укладываются. Есть места, конечно, где чернозём, он там до полуметра только чернозёма, и только потом уже идёт материковая глина, напластование, куда, соответственно, ну, как бы даже никак ниже провалиться не могут монеты, потому что они упираются в нечто твёрдое. Вот, ну, собственно, не знаю, среди копателей, потом, опять же, есть металлоискатели более глубокие, да, это глубинники. Соответственно, тем же глубинниками можно найти какие-то скрытые монеты, которые находятся глубже. То есть, последнее, конечно, бредовое видео об этом факте, что монета находится на одной глубине, и я слышал такую теорию, что это сделано по программе «Сеятель», или как-то так называлась теория «Сеятель», что люди после переписывания истории ходили и специально рассыпали монеты, и вот поэтому они разные монеты насеивали на всей территории всей планеты ровным слоем, чтобы они вот были как бы разбросаны, собственно, поэтому типа они и находятся на одной глубине. Вот, есть глубинные, есть монеты, найденные археологами. Я сам находил. Иногда бывает, да, в лесу находишь монету, которую вот несколько раз мы даже с Андреем монетом находили. Просто чуть ли не сверху на листве лежала. То есть, и вот это вот вызывает недоумение, потому что медная монета, она лежит прямо сверху. Но здесь надо понимать, что это могли быть и животные, которые раскапывают, бывает, ямку, и единичный случай, когда монета такая вывалилась, осталась наверху. Вот, либо просто камрад банально откапывал и, может быть, потерял уже нашедшую монету. Потому что здесь действительно по образу монеты находились, но прямо вот на листве, которая вот только буквально там этой осенью опала, и на ней сверху монет лишит. То есть, чудесным образом она как бы не могла попасть, да, наверх, и почва не могла ее вытолкнуть. Скорее всего, именно или камрад потерял, или животное ее вытолкнуло. Потом, плюс этот случай даже, который у нас попадался, в моей практике вот два раза такое было, я не могу экстраполировать на все случаи и говорить, что вот это именно вот так. То есть, это просто единичный частный случай находки. Поэтому, возможно, да, кто-то находит монеты разных царей на одной глубине, но надо смотреть, кто это нашел, в каком месте, и сразу будет понятно, почему это происходит. То есть, нету здесь никакой тайны, потому что это не системно, это не происходит постоянно, это не везде и не везде и не везде и не так это. То есть, я вот на своем пути, своем опыте могу сказать, что это совсем не так. То есть, просто можно вкидывать со стороны альтернативщиков, что они и делают, в принципе, как во всех своих роликах, прикол их них видео в том, что если они что-то с умным видом, с умным, спокойным голосом как бы зачитали вам, нельзя принимать это на веру. Потому что, если ты принимаешь это на веру, начинаешь кивать, как бы, или даже молча не противопоставлять какие-то факты, то, соответственно, ты типа молчания, знак согласия согласился. А если ты начинаешь спорить, то, соответственно, ты можешь спорить с роликом в Ютубе, только записывая свой ролик в Ютубе. И, соответственно, если ты указываешь, как я в предыдущем ролике указал автор, то ты, наоборот, ему еще подкинул адептов. Поэтому, друзья, интересная тема. Среди вас, моих зрителей, я думаю, есть многие копатели, которые смогут добавить это. Так ли у вас какие-то интересные случаи были по этой теме, нахождение монет на одной глубине или нет? Напишите, что вам бросилось в глаза, какие-то именно вот случаи по вот этой теме. Надеюсь, сможем развеять людей. Ну, а если вы не копатели, а люди, которые с альтернативной историей попали на этот ролик по названию или еще как-то, то для вас я, как представитель копателей, могу сказать за себя, что нет, это не так. То есть это явно просто подлог. Человек выдает желаемость за действительное и просто нагоняет жуте. Поэтому, друзья, спрашивайте, если еще что-то интересное тем же по альтернативным версиям в своих роликах будущих, тоже постараюсь это разбирать, возможно, с примерами, ну, как получится. На сегодня все. С вами был Белый Копатель. Всем удачи, всем пока. И читайте побольше книг, побольше истории настоящей. То есть нечего создавать теории там, где их нет, лучше просто изучать именно историю своей страны. Все, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok